Сегодня мы с вами напишем интерьерную работу, интерьерный цветок. Интерьерная работа всегда очень эффектна и не требует каких-то особых изысков. Они будут давать вот такой благородный цвет. Кисть держите произвольно, закрашиваю таким темным цветом, а нижнюю половину как-нибудь высекаем. Выкрашиваю, просто выкрашиваю, в данном случае выкрашиваю его в плотный такой голубоватый бирюзоватый. Я предварительно пол смочил, но можно этого и не делать. Если у вас письмо не сильно быстрое, а у новичка не сильно быстрое письмо, то можно обойти. Что такое интерьерная работа? Это минимум изображения и максимум информации. У меня здесь будет стоять маленькая вазочка, а у ней симпатичный цветочек. В общем, я подсмотрел этот сюжетик, где-то уже у известных дизайнеров. И вот предлагаю вашему вниманию нечто похожее на палитре от масла, которое своей вязкостью, своей скользкостью не даст мне вкладывать нужный цвет. Я просто лишнее снял и даже тряпочкой подсушил, подготовил себе чистое. Друзим, можно сразу положить сюда свет. И произойдет такое некое чудесное превращение на экране. Я заранее показал, что я имею в виду. Это плоскость воды. Поскольку стаканчик стоит, вода имеет эллипсовидную форму. И дно у вазочки тоже скругленное. Соответственно, и верх вазы тоже имеет эллипсовидную форму. Искусственно доводим цвет до состояния золотистой охры. Это будет основа нашего цвета. Что значит прижимать? Вот я показываю. Постараюсь медленно показать. Я положил мастихин и еле коснулся холста. Он даже оставил такое рыхлое положение для холста. Эта краска не прижатая. Мастихин не в том рабочем состоянии. Что такое краску прижать? Работает масло с две стороны. В эту сторону от фона и тем, что вы изображаете. То есть не все погибло. Если вы куда-то промахнулись, то не все погибло. Об этом всегда следует тоже помнить. Это поминание этого. Помня это. Вы всегда находитесь в состоянии свободного поиска. Вы не зациклены на форме. Тогда у вас будет возможность руководить процессом. Допустим, попал свет и эта часть кувшина, эта часть воды, плоскости воды более освещена. Если бы я сюда положил небрежный мазок нерастертой краски, я бы не добился с первого мазка, с первого положения вот той нужной мне. Смотри, чуть темнее. Я просто лишнюю краску оттуда убрал из центра. Для того, чтобы опять приспокойненько себе положить туда нужный мне цвет и нужное количество краски. Просто упрощается без удачи. Посмотреть, отойти. Посмотреть, где это особенно эффектно. Ну, в общем-то и все, мне так кажется. Вот так. Хорошо.